Сорок третья глава «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, «Мы не можем возвратиться, мы не можем вернуться без Вениамина». Тот человек сказал, «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если не пошлешь его с нами, то мы не пойдем». Шестой стих. Шестой стих очень-очень важен. Потому что шестой стих показывает, что Иаков так и остался плутом. Шестой стих забавен в своем контексте. Шестой стих. Слушайте, «Почему вы так плохо со мной поступили и сказали тому человеку правду, что у вас есть еще один брат? Почему вы опять говорите правду? Сколько же вас учить? Опять вы сказали правду. Я вас не учил такому». Где вы вообще взяли в голову, что вам нужно говорить людям правду? Разве вы не знаете, что у нас все по-другому устроено? Разве вы не понимаете, что «не скажи вы ему правду?» У нас бы сейчас этих проблем не было. Яков до сих пор считает, что плутовство – лучший способ решения жизненных проблем. Избавиться от этого ему очень тяжело, очень сложно, трудно. Седьмой стих. «Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по его расспросам. Откуда мы знали, что он попросит привезти брата нашего? Мы не знали, что он этого потребует. Поразительно. Семейная ссора, которая происходила более трех с половиной тысяч лет назад. Семейная ссора? Даже почти четыре тысячи лет назад. А ссорится, послушайте, прямо как сегодня. Как будто такая современная семейка. Ну, Иуда и говорит, «Если я его не приведу к тебе, то я буду виноват перед тобой навеки». А потом он говорит, «Если бы мы сразу туда пошли, мы бы уже два раза сходили». Тоже такая нормальная семейная ссора между отцом и сыном. Если бы я сразу пошел, я бы два раза уже сбегал. Одиннадцатый стих. «Израиль, отец их, сказал им, если так, то сделайте это. Вот что сделаете. Возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду. Стираксы и ладану. Фисташков и миндальных орехов». У нас все это есть. Мы все съели, но немножко у нас осталось. Отнесите ему подарки. Возьмите и другое серебро в руки ваше, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это случайно. Может быть, случайно кто-то положил. Может быть, там ошибка вышла. А потом он призывает Бога в четырнадцатом стихе. «Бог же Эл-Шадай, Бог Всемогущий, да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». Практически то же самое сказала Эсфирь в книге «Эсфирь». «Если мне погибать, то я погибну, я готова погибнуть». То есть он говорит, если уж мне терять детей, так я их потеряю. Выбора у меня нет. И я буду сломлен навеки, навеки я буду самым несчастным человеком. Но выбора-то у меня нет. Вот что говорит Иаков. «И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа». В 16 стихе мы читаем, «Иосиф увидел Вениамина и сказал начальнику дома своего, введи сих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». Братьев пригласили в дом. Я думаю, они заволновались. Почему нас приглашают к нему в дом? Зачем? Может быть, это как-то связано с тем, что при отъезде у нас оказались деньги. Может быть, с нами хотят поговорить лично. Может быть, нас ожидает западня. Потом они поговорили со слугой и рассказали ему о мешке, о том, что деньги нашли. А он говорит им в 23 стихе, «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог Отца вашего дал вам клад в мешках ваших». Знаете, о чем я в связи с этим думаю? Помните, мы задавались вопросом, «Кто из египтян покаялся перед единым истинным Богом?» Я думаю, вот этот слуга, этот служитель, который работал у Иосифа, этот египтянин, который говорит сейчас о едином истинном Боге, в руках которого все, этот человек уж точно покаялся. Потом к ним приводят Симеона, того самого Симеона, которого оставили в тюрьме, того самого, которого связали, который сидел в Египте и ждал, пока отец его, Яков, передумает. Я не знаю, сколько времени на это понадобится, но пока Яков пытался защитить Вениамина, Симеон оставался узником в Египте. Итак, в середине 43-й главы книги «Бытие» братья вернулись в Египет с Вениамином. Они снова встретились с Симеоном, с тем самым, который все это время находился в тюрьме. Их приводят в дом к Иосифу на обед. Они задумались о том, почему это происходит. Они решили, что как-то это связано с деньгами, которые обнаружили они у себя в мешках. Они боятся западни. 26-й стих. Иосиф вернулся домой. Они принесли ему в дом дары, которые были на руках у них, и поклонились ему до земли. Так, еще раз. Поклонились ему до земли. Бытие 43-26. Братья снова кланяются своему младшему брату Иосифу. Сон снова и снова исполняется. Он спрашивает их о здоровье и говорит, «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли он?» Они говорят, «Да, здоров раб твой, отец наш. Еще жив». Они снова ему поклонились. Потом он видит Вениамина. И поднял глаза свои Иосиф и увидел Вениамина, брата своего, и сказал, «Да будет милость Божия с тобой, сын мой». Потом он выбежал из этой комнаты для того, чтобы поплакать. Он не хотел, чтобы они видели, как он плачет. Он его брат и по отцу, и матери. Он рыдал. Чувства переполняли его. 31 стих. «И умыл лицо свое, вышел и скрепился и сказал, «Подавайте кушанье». И подали ему особо, и им особо. Египтяне ели отдельно, потому что они не вкушали пищу с иностранцами. Но, когда Иосиф посадил братьев за стол, это поразительная история Ветхого Завета, он посадил их по порядку их рождения. Рувим, Симеон, Левий, Иуда и так далее. До Вениамина. И они были в шоке. Они удивились, потому что поняли, что он знает порядок их рождения. Представьте себе их ощущения. Величайшая история. Величайший рассказ о милости Божией. Вениамин уже он дает в пять раз больше пищи, чем всем остальным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»